Проект реконструкции ливнёвой канализации Одессы для предотвращения затопления центральной части города и сброса канализационных вод в море. Вот эта вот десятилетка, она начинается сейчас уже более такая многоводная. Но вот выпадают такие экстраординальные осадки, которые составляют, допустим, месячную норму в течение одного дня. Это катастрофа. Исторически сложилось, что центральная часть Одессы имеет общесплавную систему канализации. При этом хозбытовые и ливнёвые стоки отводятся по одним трубопроводам, а аварийный сброс происходит в море. Стоки центральной части попадают в коллекторы в низинах. По Приморской и Балковской проходят два коллектора общесплавной и фекальной канализации. Они соединены аварийными переливными окнами. Коллекторы улицы Балковской отводят стоки не только центра города, но и районов, где система водоотведения раздельная. В обычных условиях и при небольших осадках общесплавные стоки попадают в хозбытовой коллектор, а оттуда на СБУ «Северное». Ливнёвые же стоки поступают в ливнёвый коллектор, а затем откачиваются в море по двум выпускам в районе Пересопского моста. При более интенсивных осадках происходит смешивание стоков через аварийные переливы. В результате часть неочищенных хозбытовых стоков попадает в море. При ливнях пропускной способности коллекторов не хватает. Это приводит к затоплению Балковской и района Пересопского моста стоками. Ещё более сложная ситуация сложилась на улице Приморской. Общесплавные стоки центральной части города поступают в коллектор, а затем на очистные сооружения СБУ «Северное». Даже при незначительных осадках коллектор на улице Приморской переполняется. Через переливные окна по четырём самотечным выпускам стоки поступают в море. При интенсивных осадках происходит затопление улицы Приморской хозбытовыми стоками. Особенно частые затопления происходят на таможенной площади и территории Одесского порта, прилегающей к ней. Приморский коллектор. Коллектор глубокого заложения проходит через историческую часть города. Построен в 70-е годы прошлого века. Диаметр 1820-3600 мм. Находится в удовлетворительном состоянии. Оливневая система улицы Приморской имеет стопроцентную изношенность. Во время ливней она переполняется. Через переливные окна по четырём самотечным выпускам стоки поступают в море. Такая же ситуация и в других районах Одессы. Это подвергает угрозе жизни и здоровья отдыхающих на всех пляжах. При интенсивных осадках Приморская и Таможенная площадь затапливаются. Через люки колодцев, хозбыт с токами и продуктами жизнедеятельности. Плотная застройка по городу приводит, и при отсутствии ливневой канализации, её практически очень мало. Она приводит к постоянному затоплению. Плотная застройка требует, безусловно, строительства параллельной и ливневой канализации, и общесплавной. Реконструкция системы ливневой канализации Одессы позволит переключить все ливневые и общесплавные стоки города на очистные сооружения, после чего глубоководный выпуск уводит очищенные стоки на гарантированно безопасное расстояние от городских пляжей. На 4000 метров две морские мили от берега, что соответствует международным экологическим нормам. Стоки Приморского тоннеля глубокого заложения направляются на СБО «Северное». Для этого необходимо продлить тоннель и провести закрытый канал до очистных сооружений. Здесь строится демпферный пруд и канализационная насосная станция. На улице Промышленной строится туннель-коллектор с перехватом ливневых стоков в районе Дюковского парка и улицы Краснослободской. Общая пропускная способность новой системы составит 48 метров кубических в секунду. Проект реконструкции системы ливневой канализации города Одессы состоит из проектирования и строительства. Коллекторов глубокого заложения протяженность 8,5 километров, диаметр до 3 метров, Суворовский район. Лотковых каналов ширина 4 метра, протяженность 3,5 километра. Демпферного компенсационного пруда-накопителя емкостью 72 тысячи метров кубических для перехвата ливневых залпов. Канализационные насосные станции производительностью 24 тысячи метров кубических в сутки. Реализация проекта позволит навсегда устранить проблему затопления центральной части города. Проект реконструкции ливневой канализации Одессы обеспечит Предотвращение затопления центральной части города. Улиц Балковская, Приморская, Таможенная площадь, Одесский порт, районы Большевик и Пересыпь нечистотами. Хосфекальные источные воды не попадают в акваторию Одесского залива. Пляжи после дождей не закрываются. Улучшается экологическая ситуация. Снижается кривая инфекционных и эпидемиологических вспышек. Стабилизируются рекреационные и инвестиционные качества прибрежной зоны Одессы. Концепция реконструкции ливневой канализации разработана компанией «Гранд Стиль». Получено положительное заключение государственной строительной экспертизы. Стоимость проектных работ составляет 23,5 миллиона гривен. Ориентировочная сумма реализации данного инфраструктурного проекта составит 3 миллиарда гривен. Проект реконструкции ливневой канализации Одессы. Для предотвращения затопления центральной части города и сброса канализационных вод в море. Продолжение следует...